Сегодня я показываю вам свой новый топик. Жара пришла и к нам. Очень получился яркий, из фантазийной пряжи. Пряжа очень мягкая, лёгкая. Это хлопок. Попозже о ней расскажу подробнее. Ну и небольшой мастер-класс. Пряжа линия Pew Blum. 260 метров на 100 грамм. Здесь 90% хлопка. 2% эластана и 8% полиамида. И вот она, знаете, такая нежная, как будто даже не хлопок. Я даже думала, что это синтетика. Такая она воздушная. Такая пружинищая. Светлая фуксия. С такими вот чёрненькими. На чёрненькой основе. Но вот эта чёрная ниточка, она даже как-то украшает. Какую-то изюминку приносит. И я вяжу спицами номер 5. Набрала 110 петель. Сколько вам нужно набирать и на свой размер. Просто свяжите образец. И по плотности. Можно по какому-то готовому изделию. Я набирала при помощи крючка, но не важно как, здесь совершенно без разницы. И вот первый ряд провязала лицевыми петлями, второй ряд изнаночными. Я это всё не показывала, потому что думаю, что все справятся. А вот дальше я буду вязать петли с накидами и потом эти накиды сбрасывать. В следующем ряду я вяжу одну лицевую и два накида. Одну лицевую и два накида. И так до конца ряда. Хочу сказать, что кто вяжет плотно, то лучше взять, наверное, даже спицы потолще. Номер 5 или 6. Потому что ниточка так пружинит, и она такая плотненькая. В следующем ряду лицевые петли я буду вязать изнаночными. А накиды сбрасывать со спицы. Так, вот эти два накида. Лицевую вяжу изнаночной. Накиды сбрасываю. И так до конца ряда. А следующий после этого провяжу лицевыми. Вторая пряжа у меня голландская вискозная синель. Она потоньше, 570 метров на 100 грамм. И поэтому я вяжу из нее в две нитки. Такая вот беленькая, молочно-белый цвет. Бархатистая, очень нежная тоже. Я связала 8 рядов лицевой гладью. После вот этого узора. И затем перешла на белую синель. Один ряд связала лицевыми петлями. И второй ряд вот довязываю изнаночными. Маркер у меня обозначает начало ряда. Я перекидываю маркер. И сейчас свяжу ряд ажура. Накид и две вместе лицевой. Накид, две вместе лицевой. Следующие петли я свяжу тоже изнаночными. И еще один ряд свяжу лицевыми. Симметрично вот этим. Так, накид, две вместе лицевой. А затем снова буду вязать вот этой розовой пряжей. Тоже лицевой гладью. Я связала лицевой гладью на нужную высоту. До подмышек. У меня это 32 сантиметра. Вот от начала вязания. Вы вяжите столько, сколько вам, какую длину нужно. Зависит и от возраста, и от ваших предпочтений. И сейчас я закрою 8 петель для подрезов. Таким вот образом буду провязывать по 2. Затем возвращать петлю на левую спицу. Так, закрыла 2 петли. Снова возвращаю 3. И так далее. Полотно у меня было разделено на 2 части. И вот, начиная от второго маркера, я снова закрою 8 петель. Я довязала до первого рукава. И сейчас наберу петли для самого рукава. У меня спинка где-то петель 50. Я не стала считать, ну пусть так примерно. А здесь я наберу половину спинки. 25 петель. Я наберу, посмотрю, достаточно ли объема рукавчика. Примерить можно, можно считать по плотности. Вот у нас полотно уже достаточно большое связано. Посмотрите, можете посмотреть, сколько у вас петель в одном сантиметре. И умножить на объем руки. Ну, это в верхней части руки. Я буду набирать при помощи полого шнура. Так, я подниму 3 петли. Вот из протяжек, вот из этих. 2 И третью. Так. Ну, пусть вот эта. Нет, вот эту подниму петельку. 3 петли из протяжки. И сейчас перенесла их на левую спицу. И провяжу их 3 раза лицевыми. А первую петлю провяжу 2 раза. За переднюю стенку и за заднюю. У меня одна петля добавилась. Снова переношу на левую спицу. Первую петлю провязываю 2 раза. Вторую, третью по одному. Переношу петли. Первую 2 раза. Последнюю петлю по одному. И так до тех пор, пока не наберу нужное количество петель. Я набрала петли на 2 рукава. И связала 1 ряд. В котором посчитала количество петель. У меня получилось 176 петель. И сейчас я буду вязать узором павлиний хвост. На нем удобно сокращать петли. Ну и будет красиво. Сочетание двух цветов. Буду вязать белым. Количество петель должно делиться на 6 минус 1 петля. Так, и сейчас я ввожу в работу белую пряжу. Вот эту вискозную синелью, которую я рассказывала и которую я вязала уже. И начну с 5 ряда узора. Узор я опубликую в группе. И на канале, на вкладке сообщения постараюсь не забыть. Я начинаю вязать узор. Раппорт начинается с 2 петель, провязанных вместе лицевыми. Снова 2 петли вместе лицевой. И так 3 раза. Так, 2 петли вместе лицевой. 3 таких пары. Дальше вяжу накиды. Начиная с накида и между ними 5 петель лицевых. Так, накид. Раз, два, три, четыре, пять. И последняя. Так, после последнего накида лицевая не вяжется. Накид. И дальше снова вяжу 2 вместе лицевой. Так, раз, два, три. Вот я связала первый раппорт. Три раза по 2 вместе лицевой. Накиды с лицевыми. И три раза вместе, по 2 вместе лицевой. Начинается снова следующий раппорт с 3 пар лицевых. Поэтому в дальнейшем я буду вязать по 6 пар лицевых. Я провязала 6 пар вместе лицевой. И дальше начинаю с накида и затем 5 лицевых. Чередом с накидами. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. И дальше уже вяжем сдвоенные. Шестую одиночную петлю вязать не надо. И так до конца ряда. В следующем ряду я сменила цвет пряжи. И провяжу все петли лицевыми. И петли, и накиды. Этот ряд можно провязать также изнаночными. Чтобы рисунок был более рельефным. Но я решила вязать лицевыми. Вот что у меня получается. Такая вот кокетка. Как я вязала? 5 рядов я вязала лицевой гладью. Затем вот этот ряд с накидами и по 6 пар петель вместе. Затем перешла снова на розовую нитку. Провязала 5 рядов лицевой гладью. Вяжу по кругу. Поэтому все петли лицевые. Во всех рядах. И сейчас здесь вот я перекручиваю ниточку. Чтобы она получше прилегала на изнанке. И сейчас снова провяжу ряд. Такой вот фигурный. Буду вязать 3 раза. Так, белой ниткой. Вернее, розовой ниткой я должна вязать. 3 пары сдвоенных петель. 1, 2, 3. И здесь вот еще, чтобы волны шли над волнами. Чтобы рисунок не сбился. Нужно, чтобы здесь был маркер. Вот я его как раз потеряла. Так, я восстановлю маркер. Так, 1, 2, 3. В начале ряда обязательно должен быть маркер. Иначе все собьется. И дальше вяжу с накидами. Но я хочу сокращать. Это кокетка. Я ее должна сужать кверху. Поэтому я буду вязать, начиная не с накидов, а сразу с лицевых петель. Лицевая, накид. Так, 5 лицевых у меня будет. 1, 2, 3. 4, 5. Снова накид не делаю. И вяжу уже 6 пар. Потому что это только вот в начале ряда 3 пары. И в конце ряда 3 пары. В сумме составляют 6. А в течение ряда я вяжу... Так, вот это одиночная. Уже запуталась. Да, это одиночная, это 2 вместе. Я вяжу 6 пар вместе. И так буду продолжать. Этот ряд довяжу, как вам сказала. Затем сменю цвет нитки и буду вязать 5 рядов белой пряжей. И дальше, чтобы кокетка кверху сужалась, в тех рядах, где я выполняла вот эти волны, я вязала уже меньше накидов. 3 лицевые петли и между ними накиды. Вот в следующем таком ряду. И в последнем ряду это у меня был уже цвета фуксии. Там я вязала 6 пар сдвоенных петель. То есть 2 вместе лицевой. Накид, лицевая, накид и снова 6 иствоенных. Вот такой раппорт. Таким образом у меня кокетка сузилась. И завершила несколькими рядами резинки. Общий вес топика 130 граммов. Очень необычная, интересная пряжа. Она до того воздушная и мягкая. Вы даже представить не можете. Но вяжется, правда, сложно. Вы, наверное, уже видели, как я мучилась. Но я думаю, мои мучения того стоили. В результате получилось красиво. Вот то, что вы видите, это нестеранное полотно. Постирать не успела. Как раз внучка приехала, отдала. Потому что стоит жара. Что бы носила уже. Очень красивая, яркая модель. Надеюсь, что вам она понравится тоже. Если непонятно было про эти волны, можете не заморачиваться и вязать простыми полосками. Одинаково ширины. Думаю, будет тоже очень красиво. И вот внизу вот этот узор можно тоже заменить простой белой полоской. И вот это вот начало тоже сделать попроще. Я просто начинала без тренировки. Как получится, что получится. Разные узоры пробовала. Но так как всё получилось гармонично, то я изменять не стала. Оставила так, как есть.